Здравствуйте! В эфире телеканала CBC специальный выпуск передачи Актуальность. Сегодня я ее ведущий Санан Амзаев, гость этого выпуска бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза. Господин Брайза, здравствуйте! Добро пожаловать на Актуальность сегодня. Добро пожаловать у меня дома. Прекрасно, да. Я зрителям скажу, что сейчас мы находимся в Стамбуле, где вот сейчас проживает господин Брайза, и вот он любезно согласился ответить на наши вопросы. Я изначально скажу, что по большей части мы будем говорить, конечно, об армяно-азербайджанском на Карабахском конфликте, потому что вы бывший сопред, но давайте зрителям скажем, что вы не только бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, но и вы еще бывший посол США в Азербайджане, и вы, если не ошибаюсь, были помощником госсектора. Да, да, и тоже занимался Кавказом, Центральной Азией, Турцией, Грецией, Кипром и в Белом доме, и в Гастепе. То есть нам есть о чем поговорить. Есть. С вами Брайза, начнем вот с такого момента. 4 декабря в Братиславе состоялся очередной раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному регулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Министры встречались с сопредседателями, потом наедине. И, честно говоря, по тому, что мы видим постфактум, не сказать, что есть какие-то подвижки, не сказать, что есть какие-то результаты. И вот я хочу узнать у вас, как у бывшего сопреда, а в этом году исполняется 10 лет, если не ошибаюсь, как вы покинули этот пост. То есть 3 года вы были сопредом в данном случае. Наверное, вас не удивляет, что конфликт не решен. Но то, что переговорный процесс находится на таком начальном стадии, на начальном уровне без результата, вас удивляет? Не удивляет, потому что надо иметь политическую волю. И в Армении, я думаю, что господин премьер-министр Пашиньян имеет это. Но дело в том, что есть огромные политические препятствия против этого. И из-за этого я говорю, что это не сюрприз для меня, что вообще переговоры не идут вперед. Но это тоже, я расчарован до какого степени, потому что я ожидал что-то, может быть, 6-9 месяцев назад, даже когда я посетил Баку, я слышал чуть-чуть оптимизм тогда. Вот это уже покинули. То есть никакого оптимизма сейчас нету. И это, на ваш взгляд, связано с какой-то внутриполитической армянской какой-то ситуацией и за ее пределами? Ну, из-за этого, да, нет, это из-за внутренней политической обстановки. Потому что, как я сказал, по-моему, Пашиньян, он, когда он стал премьером или лидером вообще Армении, он показал, что он хотел просто иметь новый подход к решению вот этого конфликта. И я думаю, что так называемый Карабахский клан препятствовал вот все этого и препятствует сегодня. Есть еще один такой момент. После встречи состоялся министериал ОБСЕ 5-6 декабря в Словакии, в Братиславе. В Словакии, так сказать, председательство. Это подытожило свой год. И там было выступление. Было выступление и министра иностранных дел Армении, который, разумеется, говорил о конфликте в отношениях с Азербайджаном. И было ощущение, что Армения в некоторой степени ее представители фактически переписывают такой важный документ, как Хельсинский заключительный акт. Есть ли у вас такое ощущение? Вы наверняка знакомы с этой речью. Они сейчас хотят просто сделать акцент на только вот один пункт, главный пункт этого Хельсинского финального акта. И это, так называемое, самоопределение. Но то же самое Азербайджан предпочитает тоже сделать акцент на вот пункт территориальной целостности. Значит, я думаю, что другое дело идет, другая игра идет сейчас. Это база, можно сказать, является базой этих переговоров. Но сейчас, я думаю, что Пашинян, как я только что сказал, он под давлением, с сильным давлением. Из-за этого он сейчас говорит сейчас не только о Армении и Азербайджане, но он тоже о Карабахе, или о так называемом Арцахе. По-моему, это главное изменение в подходе Армении сейчас. Чуть раскройте свою мысль, что вы имеете в виду в данном случае, говоря, что он говорит не только об этом. Раньше и Серж Саркисиан, и Роберт Котиариан, они приняли вот тот пункт, что стороны вот этого конфликта, сторонами являются Азербайджан и Армения. И есть, конечно, есть община, армянская община, азербайджанская община, которая находится и жила вот там в Карабахе и в семи территориях. Но никогда, никогда не было принято, чтобы Арцах или Карабах стал стороной этого конфликта. Этот конфликт между Азербайджаном и Арменией. Карабах, эта часть является частью Азербайджана, и надо вести переговоры, чтобы найти общий язык, на какой окончательный статус будет Карабаха. Но сейчас господин Пашинян под давлением Карабахского клана, он говорит, что нет, есть третья сторона, третья, и это Карабах. Выход из этой ситуации, из такой ситуации имеется, как вы считаете, вот то, что вы говорите давление. Но понимаете, как получается весь переговорный процесс в заложниках каких-то исключительно армянского тренда внутреннего какого-то, да? Выход из этого в чем заключается? Выход был бы только, возможно, когда, если бы были действительные, настоящие, транспарентные, прозрачные выборы. И когда есть лидер, который может консолидировать свою политическую силу, потому что он чувствует народ за ним. И чтобы оппоненты такого соглашения с Азербайджаном знали о том, что весь народ Армении поддерживает вот этого настоящего лидера. Сейчас этого нет в Армении, да? И вот идут такие экономические, политические игры, вот. И это невозможно для Пашиняна, чтобы консолидировать свою силу политическую. И как долго, как, так долго, как такая обстановка продолжается, решение этого конфликта невозможно помочь. Еще один момент. Если коснуться выступления глав МИД на министериале в Братиславе, то надо сказать, что удавляющее большинство глав МИД говорили о четырех территориальных конфликтах на пространстве ОБСЕ. И не было ощущения, что они, скажем так, выступают за сепаратизм. Этого ощущения, честно говоря, по их речи не было. Они говорили, что важно для региональной безопасности решение этих конфликтов и так далее и тому подобное. Но речь, скажем так, главы МИД Армении, это скорее о сепаратизме. О том, что якобы его надо поддерживать и так далее. На ваш взгляд, как она могла быть воспринята, как она могла быть воспринята его коллегами на министериале, которые слушали ее? По формату там диалог не предполагался. Но они слышали, что он говорил. И было такое ощущение, опять же говорю, остальные не говорили о сепаратизме. Но то, что он говорил, он как-то пытался обосновать сепаратизм. Но он не использовал это слово сепаратизм. Самоопределение. В его мозгах это другое явление. И он хочет убедить всех других министров и лидеров, что нет. Что жители Карабаха, они просто, как можно сказать, возвращают к своему землю. И это не может быть сепаратизм из его точки зрения. У меня есть совершенно другой подход, конечно, к этому вопросу. Но он хочет убедить других лидеров в этом. А сколько он может быть успешным в этом? Я не знаю. Это зависит от того, до какого степени, а, он талантливый, а, б, до какого степени другие лидеры в курсе международного права. И по международному праву самоопределение не значит, что группа людей где-то там на Мампе могут сказать, что ага, это наша страна, это новая страна. Нет, это только в условиях деколонизации. Это правильно. Но сейчас это чуть-чуть по-другому. Но я заметил, в моей карьере дипломатической очень мало есть количества дипломатов других стран или политических лидеров, которые понимают вот этот факт. Но на пространстве ОБСЕ можно ли сказать, что сегодня все-таки больше акцент делается именно принципу территориальной целостности? Да, 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 это правда. И это из-за того, что вообще вот государства хотят сохранить себя. Да, это естественно. Да, да. Но тоже я могу сказать, что все зависит от политических условий. Политических условий, да. Например, есть, конечно, есть другие случаи, например, Косово, да, когда США, европейская страна поддерживает самоопределение. То это каждая обстановка уникальная, можно сказать. Да. И последний момент, касаясь, опять же, речи главы МИД Армении, он перечисляет, если не ошибаюсь, семь пунктов, которые считает важным в этом случае. И, честно говоря, создается ощущение, что эти пункты это всего лишь желание, скажем, желание создать какие-то некие тепличные, комфортные условия для того, чтобы просто эти переговоры продолжались вечно. Есть ли у вас такое ощущение? Потому что многое из того, что это нереалистичная картина, и если, опять же, следовать им, эти переговоры будут продолжаться до бесконечности. Я думаю, что, может быть, они не хотят, чтобы переговоры были бесконечными, но они хотят, чтобы переговоры продолжили до того, как они еще являются министрами или премьерами. Потому что у них, по-моему, они знают, что они в тупике, что нет выхода без глубокого компромисса. И у них нет достаточно политической силы для того, чтобы сделать такие компромиссы. Вот из-за этого они должны показывать своим людям, что процесс идет вперед, все нормально, так как раньше, мы делаем прогресс, мы идем вперед, зная о том, что это неправда. Это неправда. А вот какие-то временные ограничения здесь есть? Вот вы сказали, что, может быть, не так, чтобы он вечно продолжался. Но я так понимаю, что, как минимум, на десятилетие они готовы это как-то дело заморозить. Вот у меня, у них с точки зрения лимита времени и вообще у нас с точки зрения региональной безопасности, вот есть ли какой-то временной лимит с точки зрения урегулирования, скорейшего урегулирования этого конфликта? Для Армении нет, нет, нет ограничений, потому что они считают, что у них есть Карабах, да, и эти семь территорий, азербайджанские, окружающие Карабаха. Вот, и для них, они считают, что время нам поддерживает. И это для Азербайджана, я знаю, что это трудная обстановка. И я думаю, что они не правы, конечно, потому что столько они потеряют в экономической сфере, да, столько потеряют. Какие серьезные инвесторы захотят там быть, кроме общины армянской, когда есть просто угроза все время военного конфликта, вот, и когда просто есть экономическая нестабильность тоже из-за этого конфликта. А с точки зрения региональной безопасности, что вот такая ситуация может взорвать регион, вот с этой точки зрения временные ограничения все-таки, они, вот, можно сказать, что в краткосрочной, в среднесрочной перспективе, но все будет так оставаться так, как есть. Или же все-таки есть опасения, что вот нерешенность этого конфликта ударит по всему региону? Бог знает, господин Бог знает. Ну, я считаю, что Азербайджан не хочет, чтобы этот конфликт стал региональным. А я знаю, что Армения тоже не хочет этого, Россия не хочет этого. Может быть, что если бы Армения нападала на Азербайджан, когда-то Турция реагировала бы и поддерживает Азербайджан. Но пока такие мышления, они фантастические. Это фантазия, по-моему, сейчас. Угроза такая пока не существует. Но я не могу предсказать, что будет в будущем. Мне хотелось бы узнать вот по такому моменту. Есть ощущение, что сейчас переговоры, ну, если даже не двигает вперед, но придает им больше смысла все-таки российская сторона. Вы были супредседателем с американской стороны. Почему Соединенные Штаты не вовлекаются в этом? И вообще, есть ли на ближайшие годы какая-то возможность, что это будет? Или у них совсем другие задачи, и это все вряд ли произойдет? Ну, во-первых, этот конфликт очень, очень далеко из Америки, да. Но это рядом с Россией, да. И мы видели там в Братиславе, кто участвовал вот в этой встрече, да. Министр Сергей Лавров, да, госсекретарь Министерства иностранных дел Франции, не министр, США, помощник министра иностранных дел Фил Рикер. Прекрасный человек, но он с Лавровым. И это не первый раз, когда я был сопредседателем, тоже мой начальник, он участвовал, но Канделиза Райс не участвовала, но мой начальник участвовал. То, значит, всегда больше будет интерес по стороне России, что касается этого конфликта, чем США. И это очень видно и логично. Столько есть проблем для Америки в мире, да, столько есть серьезные, глубокие. Америка везде, Россия не везде, Россия вот в бывшем Союзе и сейчас в Сирии. Ну, кроме того, где Россия? Играя какую игру, я не знаю, в Венезуэле. Ну, США везде, и есть Китай, да, есть Иран, есть Южная Корея, есть серьезные, серьезные проблемы и угрозы для Америки. Ну, из-за этого столько часов есть в днях, и президент не имеет времени. Да, то есть в ближайшие годы ожидать, что вот какого-то всплеска американского интереса к переговорному процессу. Просто я почему задаю этот вопрос? Мы помним, когда американцы инициировали встречу у себя там за океаном, и это чувствую, что они заинтересованы. Да, и это было начало моей работы там в Белом доме. Это моя первая неделя, когда была эта встреча в Белом доме с Джорджем Бушем. И после этого, в конце, когда я был сопредседателем, у нас была встреча вот в Праге, это была моя встреча, это была в нашем посольстве. И если бы эта встреча стала успешной, была бы тогда встреча с президентом Обамой. Но, к сожалению, эта встреча была неуспешной. Но, в конце концов, для меня это очень трудно, что и администрация Обама, и администрация Трампа не обращают достаточно внимания на этот регион. Не обращают. Вообще, при Обаме политика была Россия первая. Россия все, мы должны думать о Южном Кавказе через зеркало России или через призм России и отношения Америки с Россией. А сейчас политика Трампа — это Америка первая. И просто он хочет как можно меньше заингажировать Америки в конфликтах. И, по-моему, это огромная ошибка. Я хотел бы немножко деятельности сопредседателей коснуться. У вас есть опыт. Смотрите, за последние годы чувствуется некая консолидированная позиция сопредседателей не говорить, не рассказывать. Я не помню, когда последний раз они там организовали большую пресс-конференцию или давали много интервью и так далее. Насколько это верно? Ну, я не знаю. Я считаю, что они, может быть, честные. Они знают, нет ничего, о чем говорить, да, потому что нет движения в процессе. Вот. И если бы они сделали шум, который не реальный, это было бы нечестно, по-моему. Я думаю, что тот факт, что они не делают такие пресс-конференции, как я сказал, отражает тот факт, что настоящего прогресса нету сейчас в процессе. Но они, это, возможно, даже в некоторой степени оправдывают, что не хотят навредить. А это на самом деле общение сопредседателей, их прозрачность может как-то навредить переговорному процессу? Я думаю, что... Они профессиональный дипломат. Да, но сопредседатели, они просто дипломаты, они просто посредники, да. Они должны быть творческие и справедливые. Вот. И, по-моему, в моем времени мой русский коллег Юрий Мерзаков, это прекрасный человек. Он всегда был честным. Даже Лавров, министр, был тоже. И прозрачный со мной. У нас были глубокие проблемы, что касались тогда Грузии, да. У нас вообще общего языка не было. Но что касалось Карабахских конфликтов, что касалось Карабахских конфликтов, мы прекрасно, прозрачно сотрудничали друг с другом. И я думаю, что лидеры, президенты чувствовали это. И они тоже были творческими. А мы сделали, по-моему, настоящий глубокий прогресс тогда. В девятом году, после нападения на Грузию, в августе восьмого года, тогда Россия хотела после этого показать миру, что Россия тоже любит мир и тоже хочет, чтобы был мирный процесс, урегулирование этого процесса. А мы зашли вперед. Но мы не довели этот процесс до конца. И я ушел из этой работы в девятом году. Я постараюсь коснуться этого момента, но я все-таки хотел бы закончить вот эту тему насчет сопредов. Я почему задаю вам этот вопрос? Вы были диаметрально противоположной, в данном случае, роль играли. Вы общались со СМИ, вы говорили. Это была ваша личная инициатива. Вы считали, что это правильно. Ваше руководство вам позвонил и сказал, что Мэтью, будь активнее, говори со СМИ. Никогда нет. Как это строилось? Почему? Это ваша личная инициатива. Я такой личный. Или ваша позиция в Госдепе вам это позволяло? Да, да, потому что я куриловал весь этот регион для нас, что касалось нашей политики. Но с другой стороны, как я сказал, было же что-то, о чем говорить тогда. Прогресс настоящий был. И из-за этого мы хотели просто помочь процессу по пути пресс-конференции, потому что это была для нас возможность, чтобы повлиять на население обеих стран и показать правду, как мы видели правду, и убедить их в том, что если их президенты готовы найти общий язык и сделать компромисс, это не знак слабости, это знак силы. Я хотел бы, чтобы вы немножко углубились в свой опыт сопредседательства. Знаете, я вот такой типичная картина, которая происходит с этими переговорами. Получается так, что происходит встреча, очередной раунд, министры встречаются, сопредседатели и так далее. Потом, буквально через несколько дней, из Еревана и в Баку делают заявление. Заявление, наверное, преследует цель освежить память касательно позиций сторон. То есть, каждая озвучивает свою позицию по конфликту. И в итоге вы понимаете, что они диаметрально противоположные. Но спустя еще какое-то время сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступают и делают, например, акцент на то, что стороны договорились еще встречаться. и там встреча, последняя встреча длилась чуть ли не три, четыре, пять часов и так далее. И это какую-то надежду вызывает. И есть такой, ну, скажем так, обывательский вопрос. Если в сторону друг с другом абсолютно не согласны, не слишком ли много пять часов говорит, чтобы сказать человеку, что я с тобой не согласен? Почему так происходит? О чем тогда они говорят? Опять же, из вашего опыта. Я понимаю, что нынешние переговоры нам никто не расскажет, что там происходит. Но если в прошлое, окунуться в прошлое. Потому что это неправда, что они на ничего не соглашаются. Нет. Есть элементы общего языка между ними. Было тогда, есть. И эти встречи продолжили так долго. Пять часов, как вы сказали. Точно из-за этого. Потому что были подробные нюансы такие или важные, большие пункты, на которые не согласились. Но, в принципе, я могу сказать, что в девятом году, в январе, президент Саркисиан и президент Алиев в принципе согласились, что касается так называемого мадридского документа. В принципе. Но, кроме того, были такие не согласованные пункты. И надо было уточнить вот эти нюансы. И из-за этого очень много времени нужно для того, чтобы обсудить все. То есть, вы считаете, что все-таки вот это какая-то рутина, да? Понимаете, обыватель, люди ждут, что если люди говорили пять часов, наверное, какие-то подвижки. Но вы считаете, что там просто есть какие-то детали, которые к регулированию конфликта может и не приведут, но обсуждать приходится их достаточно долго. Да, это очень важные нюансы, очень важные. Например, если написано или согласовано, что будет, можно сказать, или референдум, или армянская сторона хочет, чтобы там написано будет, что референдум будет, что касается окончательного статуса Карабаха. И азербайджанский президент считает, что нет, по конституции Азербайджана референдум невозможно. И армянская сторона говорит, что ну, это очень нужно, чтобы это было названо референдумом. Надо найти общий язык, надо найти формулу какая-либо. И это, такие переговоры могут быть очень длинные, потому что надо быть творческие, надо разговаривать с юристами и так далее, с историками, например. Но то, что мы видим на протяжении многих лет, и последних, и то, что с вами, да, это же все-таки переговоры о поэтапном регулировании конфликта, не о пакетном, по большому счету, о котором в Армении говорят, который будет предполагать в данном случае возвращение части территории, потом обсуждение других вопросов. Все-таки это поэтапное регулирование конфликта. Лучше не использовать вот такие фразы, потому что они болезненные для этой стороны или для этой. Я могу сказать, что я знаю, что Азербайджан, вообще сейчас это может быть комбинация. И поэтапно... Как его можно вообще регулировать пакетно? Вот сразу, в один раз? Разве это возможно? Конечно, что это возможно. Надо просто, как можно сказать, надо согласить все пункты, для того, чтобы это было универсальное решение этого конфликта. Но элементы могут быть поэтапнее элементы. Например, что, можно сказать, что окончательный статус будет определенным только по пути выборов или референдуму или что-то такого. Но это может, такой выбор населения может состоиться только после вот этого и этого, и этого. Получается, опять же, поэтапный. В один день его не решили. Одним документом... Это ваша фраза. Одним документом это дело не решено. Это один концепт. Это универсальный концепт. Но реализация его будет именно поэтапно. Поэтапно, да. Это жизнь. Это наша жизнь. Всегда. Мы не можем сделать все в нашей жизни сразу. Мы должны поэтапно жить. И то же самое. Ксмайбрази, я хотел бы, чтобы вы коснулись еще одного момента. На днях состоялась открытая часть газопровода Танап. В этой связи хотелось бы узнать ваше мнение, что такой проект даст региону. Во-первых, я бы хотел сказать, что я считаю этот проект как член своей семьи. Я уже почти 20 лет работал на этот проект. Очень много времени до того, как эта фраза Танап существовала. это начало в 98-м году. Мы в Вашингтоне, я работал тогда в Белом доме и в Гастепе, мы помогали вот тогда и Азербайджану, Турцию, Грузию, вот и Сокару, Бипи, согласились, международные соглашения, которые определили вот концепт для Баку-Тибилиси и для Южного коридора, Южного коридора, я могу сказать. И Танап это последняя часть вот этого огромного проекта. И я считаю, что Танап это значит очень важно для региона, для Азербайджана да, но для региона тоже, потому что это не только экономический проект, это самый сложный с политической точки зрения трубопровод в мире, да, это самый длинный проект между ТАПом вот и Южно-Кавказским трубопроводом. Вот. И это тоже важно из стратегической точки зрения, потому что это связывает Азербайджан не только сейчас с Грузией и с Турцией, но с Евросоюзом и с сердца Европы. И это совершенно новый подход к безопасности Азербайджана и Грузии тоже. Уже начинается дождь, поэтому я буду подытоживать наш разговор одной репликой просто по поводу Танапа. Знаете, с ним какая ситуация получается, что это не такой первый проект, аналогичные ситуации были раньше, Азербайджан не только как бы предложил его реализовать, но Азербайджан вел этот проект вперед, совместно и с Турцией. Вот откуда это проистекает, благодаря чему это проистекает, это какой-то менеджмент, это убежденность в своей правоте, почему вот так получается, что Азербайджан не только предлагает, но и реализовывает его и идет достаточно уверенно. Даже люди, которые пессимистично относятся к проекту в самом начале, а потом уже вынуждены сказать, что да, это было правильное решение. Что касается Танапа, простой ответ, Азербайджан был готов финансировать вот эту часть Танапа, которая была больше, чем хотели другие нефтекомпании. Они, БПИ, другие, они хотели не огромный трубопровод, как Танап, они хотели ну, не маленький, но большой трубопровод, который мог перекачивать столько газа, как они собирались произвести. вот на этот период. Сокар и Азербайджан имел другой подход. Азербайджан сказал, что нет, мы хотим большой трубопровод, который может перекачивать нашего газа в будущем, когда будет очень больше количества газа. БПИ сказал, мы не хотим финансировать вот это сейчас, до того, как этот газ существует, но Сокар сказал, мы готов. не из-за этого, это лидерство, по-моему, Азербайджан играл самую важную роль, не только из-за того, что у Азербайджана есть этот газ в земле, но потому, что, как я сказал, Азербайджан был готов финансировать вот Танап до какого степени. Ну что ж, господин Брайзе, большое спасибо вам за ответы, что согласились, приняли нас у себя дома и ответили на наши вопросы. Спасибо. я очень благодарен, спасибо. Спасибо. А я напоминаю, это был специальный выпуск передачи «Актуальность сегодня». Гостем этого выпуска был бывший сопредседатель минской группы ОБСЕ, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайзе. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова